Особое мнение на 101FM Это представители различных сфер бизнеса и предпринимательских организаций О возобновлении работы экономического совета стало известно в конце ноября прошлого года В принципе, он был еще создан в далеком 2004 году, оказывается, то есть почти 20 лет назад Но вот сейчас губернатор Александр Соколов ставит перед вами серьезную задачу Обсуждение всевозможных инициатив, связанных с бизнесом, с повышением инвестиционной привлекательности И вот в 20-х числах марта состоялось заседание, как сообщили нам официально органы власти, расширенного экономического совета Я понимаю, что сейчас конкретики пока еще немного, но хотя бы в общем и целом Константин, давайте осветим цели, задачи работы этого совета, в чем его значимость заключается Ну и какие первые инициативы уже удалось обсудить На данном этапе какие-то делать выводы, я думаю, что еще рано Потому что было действительно два заседания, и они скорее носили некий организационный характер Установочный характер Ну да, установочный, организационный характер И эффективность как раз экономического совета будет зависеть от того, как будет выстроена дальнейшая работа Потому что действительно есть вопросы в том числе и к организационной части Я бы пока сейчас их не хотел как бы озвучивать, но то есть есть некоторые определенные претензии Потому что, наверное, будет правильнее высказать эти претензии уже на следующем мероприятии Ну может быть даже не то чтобы претензии, а пожелания Ну да, некие пожелания, которые могли бы в моем понимании как минимум хотя бы улучшить деятельность, эффективность данного мероприятия Но я так понимаю, что одна из основных задач экономического совета Это как раз подправить стратегию, концепцию развития Кировской области на ближайшие 5-10-15 лет Потому что с какой-то определенной периодичностью, раз в 3-5 лет правительство Кировской области Эту концепцию пытаются менять, ставят какие-то, ну то есть новые какие-то ориентиры, задачи Но обычно это, ну по крайней мере в моем понимании, носит некий формальный как бы характер То есть есть какие-то статистические данные, то есть допустим в РП там рост каким-то периодом Они просто на эту же, так скажем, на эту же динамику умножают По большому счету вся стратегия носила некий, ну действительно такой формальный характер Декларационная, да? Ну декларационная, раз должна быть стратегия, вот пожалуйста, получите стратегию И там не ставилось никаких амбенциозных целей Сейчас все же есть какая-то некая попытка немножко эту стратегию поменять Как, так скажем, и по целям, и по показателям, и по ориентирам То есть сделать их более, не знаю, реалистичными, что ли, достижимыми Как по ощущениям, какая задача стоит? Пока тут есть два таких определенных как бы тренда Во-первых, если раньше стратегии, все показатели считались там на одного человека То есть ну и ориентир был, это там улучшение На душу населения как-то принято Качество жизни конкретного, ну условно говоря, жителя Кировской области То сейчас за, так скажем, за ориентир взята все же как бы семья То есть это папа с мамой с детьми, бабушка, дедушки И вот ориентир тоже был сделан именно как бы на ячейку общества, на семью Во-вторых, вот на втором как раз заседании Азиз Алиевич выступил с такими амбициозными целями Что надо все же... Поясню, Азиз Агаев, руководитель компании «Бизнес-информа», да Да, то есть он сказал, что вроде давайте попробуем все же Условно говоря, даже на порядок поднять те цели, которые мы хотим достичь То есть немножко поднять планку, да? Ну даже, я бы сказал, совсем не немножко Не немножко? Совсем не Прямо ощутимо Чтобы создать некий такой идеальный образ, к которому нужно стремиться По большому счету, да Но опять же, заведомо недостигаемую цель нельзя, наверное, все-таки ставить Чтобы потом не было обидно Согласен, вопросов много Но опять же, если там ставить какие-то стандартные статистические цели То, скорее всего, качественно улучшить жизнь в Кировской области у нас не получится Потому что, ну, по крайней мере, у меня вот сложилось впечатление Что за последние, там, 10-15 лет Кировская область в экономическом состоянии Ну, по экономическим показателям довольно сильно отстала от соседних регионов И хотя бы, чтобы войти в этот тренд, хотя бы начать достигать, догонять какие-то соседние регионы Надо все же пробовать ставить какие-то амбициозные цели С чем, Константин, был связан такой вот водораздел, прям отставание нашего региона от соседей? В чем, видите, основные причины? Мы где-то когда-то не успели запрыгнуть в выходящий поезд или что? Нет, на самом деле, вы не первый, да, кто обращаете внимание на этот момент Вот что-то как-то мы затормозились в определенный момент времени Да, тут, понимаете, проблем, наверное, было много И сейчас какие-то конкретизировать проблемы, наверное, такие проблематичны Но я, честно говоря, вижу одну из таких основных проблем Это то, что у нас была какая-то некая чехарда с губернаторами Ну, не только с губернаторами, но и с командами, которые, так скажем, сформировались вокруг определенных губернаторов И, соответственно, вот не было выстроено такой правильной работающей структуры между губернатор, его команда и какие-то элиты Ну, то есть местные региональные элиты Ну, понимаю, о чем вы говорите, да, там, если рассматривать последних предыдущих глав регионов То у них у каждого свой был подход, да, как выстраивать взаимоотношения с местными элитами И это приводило к определенным, так скажем, я думаю, проблемам Плюс проблема, наверное, преемственности еще, да, команд Ну, в том числе... Когда предыдущей командой не встает, и вот как-то передать бы, да, новым людям, но этого не происходило На ваш взгляд, в этом экономическом совете, вот вы побывали, увидели, пообщались Власть вообще готова прислушиваться к мнению экспертов вашему, ваших коллег по совету? Честно говоря, пока сказать довольно-таки проблематично, потому что два заседания, тем более они были установочны Не очень, как бы, понятно, как в дальнейшем будет, с какой периодичностью собираться совет Притом тут же важен именно какой-то проектный подход и сам рабочий процесс То есть это не то, что последнее, допустим, заседание, мы просто собрались в зале, в правительстве Ну, полтора часа заслушали доклад некоторых чиновников Ну и по большому счету никакого обсуждения не было То есть, ну, это как бы не рабочий процесс То есть, действительно, мы, по крайней мере, ждем формирования каких-то конкретных рабочих групп Потому что, чтобы дать какую-то, по крайней мере, попытаться дать пользу для региона Ну, не хватает, во-первых, не хватает какой-то аналитики нам, какой-то информации Ну и, соответственно, обсуждения с коллегами Потому что члены совета из самых разных, так скажем, отраслей Самого разного, так скажем, уровня, компетенций Ну, так задумано, да? Да, задумано И было бы интересно, на самом деле, какие-то свои мысли обсудить с коллегами И попробовать Возможно, действительно, появятся какие-то любопытные мысли Потому что, если мы, опять же, говорим про каких-то амбициозных задачах То вот простыми-то решениями их не достичь То есть, это вот любая амбициозная задача Это как бы все равно какая-то определенная ломка То есть, это все равно какой-то конфликт с чем-то как бы То есть, это конфликт либо с федеральной властью Либо с региональными элитами Либо еще с кем-то Но надо это обсуждать И действительно, то есть, понимать, стоит там вот таким образом поступать Или не стоит Ну, мне кажется, в рамках совета не помешало бы устраивать в том числе и такие мозговые штормы Когда вы генерируете, что называется, инициативы, идеи А потом уже их детально прорабатываете и выносите на отдельные группы для обсуждения По большому счету так и задумано Просто пока это не носит системного характера Ну, я думаю, что вас поставили в известность по поводу повышения инвестиционной привлекательности региона Да, уже для инвесторов у нас собираются создать специальный портал со всей полезной информацией Об этом сообщил заместитель председателя проекта Михаил Сандалов Обещают этот портал запустить в июне Ну, я новость, когда эту прочитал впервые То возникла мысль о том, что эту работу, наверное, давно-давно надо было проводить И начинать, и в том числе организовывать такой интернет-ресурс для инвесторов Какие тут основные этапы работы видите? Ну, смотрите, сколько я занимаюсь в сфере финансов инвестициями, это уже больше 20 лет Я регулярно, практически ежегодно слышу, что правительство Кировской области готовит какие-то документы Которые могли бы повысить инвестиционную привлекательность региона Если 20 лет назад говорили, что они там готовят какие-то реестры, там, скажем, свободных площадей или свободных земель 15 лет назад, я даже помню, была попытка создать сайт инвестор.киров.ру Я припоминаю уже эту историю То есть такие были попытки сайтов, в принципе, сейчас какая-то базовая информация на сайте администрации по привлекательности региона есть Будет сайт, это, конечно, хорошо, но надо понимать, что вот этот сайт, он проблемы не решит Ну, это как вот наличие, не знаю, там, ну, от рубашки, то есть рубашка должна быть, но это... Но пользоваться и надевать ее не обязательно, да, можно в футболки пойти Не обязательно, да, то есть ее... Притом многие регионы-то, они подходили более гибко к этому, ну, к привлечению инвесторов Допустим, я такую помню практику еще там буквально там, ну, даже как буквально 10 лет назад Это же Ульяновская область, чтобы привлечь каких-то федеральных инвесторов к себе на территорию Они делали буклеты, и при том эти буклеты по всем там крупным там московским деловым центрам, бизнес-центрам Ну, условно говоря, там... Разносили, развозили Разносили, показывали, какие они красивые, потому что сложно представить Вот, условно говоря, появился какой-то инвестор, который хочет построить какой-то завод Не знают, в каком регионе ему этот завод построят, что он там будет Сайты инвестиционной привлекательности 80 регионов нашей страны как бы изучать Да, сколько времени на это уйдет И сравнить, какой регион более привлекательный, какой регион менее привлекательный Тут скорее... Ну, сайт нужен, опять же, повторяю, сайт нужен, безусловно Но тут все же работа-то должна быть более такая широкоформатная То есть и в первую очередь, я думаю, что если мы говорим про каких-то крупных инвесторов То это работа губернатора, ну, его ближайшего окружения, потому что... То есть прямо вот личное знакомство, да? Ну, личное знакомство и, условно говоря, вот этого инвестора крупного Именно приводить сюда, в наш регион, за руку Ну, так пробовал как раз Никита Юрьевич делать в свое время Ну, инвестполитика, на мой взгляд, тут дело такое, тоже отчасти искусство Без пыли в глаза, наверное, не обойтись То есть нужно сначала эффектно себя показать Как-то вот феерично, ярко, а уже потом разбираться в детали Проблема в том, что сейчас уже все регионы, основные регионы У них уже есть какие-то ресурсы, и они уже себя эффектно показали То есть если мы сейчас сделаем сайт, мы, условно говоря, будем неким догоняющим регионом в любом случае На фоне общей волны вот этой импортозамещения, да, мы слышим в последнее время Мы можем еще тут где-то вот в какой-то вагончик-то запрыгнуть, Константин, на ваш взгляд Да, у нас есть неплохие, я думаю, что потенциал именно связан с ВПК, с военно-промышленным комплексом Потому что исторически наш регион специализируется на производстве, так скажем, продукции особого назначения И как раз вот предприятия, связанные с ВПК, они, во-первых, могут значительно увеличить тот объем Который они выпускают продукты, что приведет к росту как валово-регионального продукта Так и могут как раз являться драйверами поднятия медианной заработной платы Среднего горожанина города Кирова А если не ВПК, то что еще бы могло заинтересовать, на ваш взгляд, инвесторов в нашем регионе? Но тут можно как бы разные, опять же, строить гипотезы, то есть этот же кластер биотехнологий Ну то, что уже сейчас в определенном мире присутствует Опять же, вот именно как раз история, допустим, вот этого года, 23-го года Это все, что связано с ВПК, ну и с какими-то, так скажем, предприятиями, которые с ними работают совместно И вот эту историю бы, ее надо бы каким-то образом поддерживать Потому что это действительно год-два, когда есть определенный запрос Есть заказчик, который готов оплачивать эту продукцию И мы можем занять в определенных сегментах хорошие ниши Кстати, ранее от некоторых специалистов слышал мысль о том Что несмотря на то, что Кировская область граничит со многими субъектами В рамках Приволжского федерального округа В плане логистики, инфраструктуры, вот мы немножко проседаем До нас не очень удобно доезжать, не очень удобно от нас увозить продукцию Согласны, что это один из существенных факторов Который может повлиять на взаимоотношения с инвесторами? Безусловно, потому что соседние города, чтобы взять Чебоксары, Ульяновск, Казань Они находятся с точки зрения логистики гораздо выгоднее, чем находимся мы Потому что от Кирова до ближайшего города, что до Казани, что до Советовкара Это 400 километров А там между теми городами, которые находятся чуть южнее нас Ну, 100, там 150-200 километров Ну, в общем, расстояние приличное, да, такие Вот опять же, довод в пользу того, что дорогами нужно заниматься, лучше заниматься Да, ну, понимаете, вот на какие-то факторы мы можем повлиять На какие-то факторы мы, к сожалению, повлиять уже не можем То, что вот мы находимся далеко от других регионов Может быть, попробовать поискать в этом какие-то определенные и плюсы Не обязательно на областном центре, например, да, завязывать все Может быть, какие-то логистические центры где-то в районах Может быть, да, немножко где-то в районах Тут надо смотреть, условно говоря, смотреть, анализировать, разговаривать, общаться И, возможно, тут действительно будут какие-то плюсы Ну, темы инвестиций у нас руководители региона поднимаются постоянно В частности, вот в январе губернатор Александр Соколов говорил о том, что область ищет инвесторов Для создания сети доступных гостиниц Ну, опять мы тут вспоминаем про грядущий 650-летний юбилей По мнению главы региона, гостиницы надо делать не самые доступные А хотя бы с четырьмя звездами Так как, судя по статистике, они пользуются большим спросом, чем три или две звезды Вот на ваш взгляд, Констанси, гостиницы, да, и удобные условия для размещения и проживания Это единственное, что это туристическая отрасль Вернее, не единственное, а в первую очередь, что не дает развиваться туристическая отрасль в нашем регионе Комплексный подход Тут не все так просто То есть, с одной стороны, да, наша область большая И есть много интересных мест Но все же мы... Теплого моря у нас нет И каких-то там достопримечательностей Так, федерального уровня Их, к сожалению, не так много Если мы говорим про гостиницы То в моем понимании Бизнес, он довольно умный И он, ну, сам прекрасно понимает Какие нужны гостиницы Если мы говорим про гостиницы, там, четырех звезд Ну, к примеру, там... Это достаточно высокий уровень Это, да, то есть это уровень, наверное, нашего Фоэлеменс Там этот уровень Чарушина Ну, вот как раз там, там, две недели назад у нас было мероприятие в Чарушине Я не заметил, что там какая-то... Переполнение, да? Переполнение гостиницы То же самое на прошлой неделе я был в Фоэлеменс Там тоже, так скажем... Просторно Просторно Немножко пустовато Я понимаю, может быть, желание губернатора Ну, вот, привести каких-то крупных игроков Потому что они, возможно, более социально ориентированы То есть это, опять же, наверное, более, так скажем, белая зарплата Там, ну, как бы, честные налоги Чем, допустим, какие-то маленькие бутиковые, как бы, отельчики Ну, как они будут тут выживать на данном этапе? Ну, все-таки сезонность тут играет, да? Большую роль В теплое время года у нас больше поток традиционный Да, но тут, мне кажется, губернатору немножко надо на других вещах Сконцентрироваться Но, к примеру, вот, в моем понимании, в Кирове Нет каких-то точек притяжения Ну, то есть, точек притяжения сейчас же модно Какие-то вот эти стрит-фуды Когда вот целая улица Ну, целая улица, там, баров, ресторанов Либо, ну, такие, либо кварталы Там внутри квартала, к примеру, есть какие-то арт-пространства Там для молодежи Где молодежь может что-то там, ну, заниматься каким-то искусством Где можно там посидеть, пообщаться Покушать интересно Я вот как раз летом был, проезжал, там был в Рязани, в Туле То есть там везде уже это реализовано Есть такие места Реализовано У нас это все находится, ну, как-то Вроде бы в центре, но это далеко друг от друга И если, конечно, вот я как житель там Центральной части города Кирова Я, ну, прекрасно знаю, куда можно пойти там Покушать Куда можно пойти послушать там хорошую музыку Либо еще что-то Я, ну, ориентируюсь в центре Но давайте представим туриста Который приезжает к нам сюда, в Киров Притом он приезжает там на один-два дня Как бы ему надо куда-то пойти И он, ну, скорее всего, он потеряется То есть, ну, это действительно Либо он очень будет долго искать людей Которые ему расскажут, подскажут И время уже пройдет Нужны какие-то точки притяжения Которые бы формировали трафик То есть на этот трафик То есть на этот трафик он будет позволять Во-первых, и развиваться как раз предприятиям Которые занимаются общественным питанием Ну, будет какая-то движуха Будет какая-то жизнь И это будет некой точкой притяжения Ну вот нам обещают сделать в скором времени Более-менее полноценную пешеходную улицу Знаете эту историю, да? Да, я знаю Поддержал губернатору предложение Авиатско-торгово-промышленной палаты От улицы Володарского, да? И до улицы Ленина И там еще участочек до улицы Казанской Вот мы ждем, когда по выходным и праздничным дням Это, возможно, будет реализовано Поддерживает? Может это стать той самой точкой притяжения? Или еще много и много там долго надо развивать Само это пространство? Да, вопрос немножко как бы спорный Ну, условно говоря С одной стороны, лучше пусть будет Спаска, чем вообще никакой улицы Но с другой стороны, почему Спаска, а почему не Московская? А президент Ветской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко Объяснял в нашем эфире По Московской мы упираемся в Ленина А там ее нормально не перейти Там пешеходного перехода нет И все, мы как бы получаем Оборванный маршрут Светофором ставится Нет, это не так сложно С другой стороны, почему не взять квартал Который находится между Московской, Спасской, Лениной и Казанской То есть там отличный квартал, где можно было сделать Как раз арт-пространство Почему только по прямой мы мыслим По прямой, потому что При всем уважении к улице Спаской По ней приятно как бы гулять Но нужны же какие-то еще Другие какие-то активности Которые там на Спаской их реализовать Немножко проблематично Там, конечно, присутствует кукольный театр Присутствуют музеи Но хотелось бы еще что-то как бы Ну вот, в частности, говорится о том, что Целые делегации из районов Кировской области К нам начнут приезжать И начнут свою продукцию демонстрировать Свои культурные коллективы какие-то и так далее Хорошая идея? Ну вот, хорошая идея Знакомиться поближе с районами Опять же, если мы говорим Про какие-то места развлечения Особенно места развлечения молодежи Не надо забывать, что молодежь Она все же шумная А там все же улица, ну, желая То есть, как будет реагировать жильцы там ближайших домов Если там молодежь будет там шуметь До часу ночи На этой же улице Спаской Но, слава богу, не каждый день Пока лишь по выходным и праздничным дням Только эту инициативу собираются реализовывать Две с половиной минуты до рекламной паузы Еще про одну идею Хотелось бы попросить у вас комментарий Это идея внедрения института кураторов у нас Для предпринимателей кировских Тоже это все с подачи губернатора Делается, кураторы имеются в виду Среди, в том числе, высокопоставленных чиновников Уровня зампредов даже Которым можно будет позвонить в любое время дня и ночи И прямо проконсультироваться по конкретному вопросу Благо, на ваш взгляд Двоякая история С одной стороны, да, действительно, вроде Бизнесу надо помогать Но это должна быть какая-то работа Ну, институтов Ну, то есть системных институтов А не конкретных людей Потому что Где есть кураторство Где есть там, ну, крышевание, условно говоря Интересный термин тут возник По большому счету Никита Юрьевич за подобное кураторство Как бы и, наверное Поплатился Да, поплатился И тут вот эта очень тонкая грань Как бы, что можно, что нельзя Как что-то выстраивать То есть это такой вопрос Он, ну, проблематичный и сложный Ну, ведь, видимо, надо будет отталкиваться от конкретных условий Да, вот когда будет реализовано Реализован этот, да, всецело этот проект Я думаю, что правила игры-то будут озвучены Ну, да, ну, для каких-то проектов, возможно, это очень важно Но, с другой стороны, вот Есть два одинаковых бизнеса У одного есть бизнес У одного бизнеса есть куратор Который позволяет ему Решать какие-то определенные проблемы Соответственно, этот бизнес находится в неких Привилегированных условиях перед другим бизнесом Это, ну, тоже не совсем такая рыночная история То есть помогает там, возможно, те же самые административные барьеры Да, как-то снять их, пройти Нет, помощь нужна там При работе, допустим, с монополистами Там, по подключению электроэнергии По созданию инфраструктуры, безусловно Но я не думаю, что для этого нужно звонить в 2 часа ночи Ну, вдруг там будет такой бизнес Что вот в 2-3 часа ночи И как раз ему потребуется решение, да, такой задачи Я напоминаю, что мы беседуем с Константином Кропаневым Это эксперт в сфере финансов Член экономического совета при губернаторе Кировской области Часть с тем мы уже успели обсудить Впереди у нас еще 10 будет минут для беседы Скоро продолжим Константин Кропанев, эксперт в сфере финансов Член экономического совета при губернаторе Кировской области Мой собеседник сегодня в программе «Особое мнение» Еще одна инициатива, появившаяся недавно, речь идет о том, чтобы сдавать в аренду за символическую плату объекты культурного наследия, ну, это одна из форм, да, сохранения этих исторических зданий, пусть бизнес вкладывается, играет по определенным, естественно, правилам, все-таки охранный статус, он подразумевает сохранение объекта, речь там идет о символической плате в 1 рубль за 1 квадратный метр в год, с бизнесом, с представителями бизнеса мы уже говорили об этом. Поэтому скептически, мягко говоря, относятся, да, предприниматели к этому, потому что вот здесь на берегу понять весь комплекс затрат достаточно еще сложно, да, 1 рубль это такая вот заманиловка, когда дело дойдет до сути, видимо, придется намного и намного сложнее. Разделяйте эту точку зрения. Да, действительно, у нас в городе, я думаю, что там не один десяток домов, которые простаивают и которые гниют, разрушаются, еще что-то, действительно, их нужно восстанавливать. И если нет понимания или знаний у администрации города Кирова, как это сделать, конечно, нужно отдавать бизнесу. И при том, ну, я сталкивался с такими историями, когда предприниматели были готовы там брать за небольшие там здания, за небольшие деньги такие объекты культурного значения и выкладывать. И если появятся такие новые желающие, мне кажется, вполне как бы это, логично как бы это, идти навстречу таким предпринимателям, а там все можно действительно отрегулировать. То есть это может там быть там 10-летний договор, там 20-летний договор или 30-летний договор. За 49 лет. Ну, в зависимости, да, от того, какие там дальнейшие нужны затраты, чтобы на приведение этого здания, ну, в соответствующее как бы состояние. На ваш взгляд, какой формат вообще работы этих исторических зданий, отремонтированных, реконструированных, он бы у нас зашел, что называется? Что там может располагаться? Ну, почему это мог? Вот та самая часть вот этих точек притяжения, так называемые. Точек притяжения, то есть это могут быть какие-то музеи, это могут быть какие-то кафешки, то есть есть же такие... Рестораны. Рестораны, есть же такие проекты, как в Иркутске, там целый квартал деревянных домов там восстановили. То есть, ну, это уже задача, по большому счету, бизнеса определить, что они там в этом помещении хотят организовать. То есть, если там он, бизнесмен хочет сделать там, ну, не знаю, какой-то себе офис, ну, ради бога. То есть, если он будет соответствовать, так скажем, ну, будет сделан красиво и качественно, и соответствовать, ну, историческую какую-то действительность. Исторический облик сохранен будет, да? Потому что, как показывает администрация, не всегда там, ну, допустим, этот же проект, как был реализован там лет пять назад, дом офицеров. То есть, там были потрачены, по-моему, больше ста миллионов рублей, ну, насколько я помню, это были, конечно, федеральные деньги, там, не городские. Но я так понимаю, что этот объект красиво все сделали, все отреставрировали, но он никак не эксплуатируется. То есть, объект был сделан, сделан был за федеральные деньги, но он, по большому счету, простаивает. Вот обидно то, что пока мы обсуждаем, как быть с этими зданиями, время-то уходит, и время-то работает не в пользу, да, этих исторических объектов. Они продолжают разрушаться. Увы. Да. Я думаю, что мы, ну, не знаю, столкнемся, возможно, уже в ближайшее время с некой критической точкой, да, по прохождению которой уже все, уже не все можно будет вернуть. Так и сейчас уже не все можно будет вернуть, но, опять же, тут спешки-то тоже не должно быть. То есть, если появился желающий на какой-то конкретный объект, то есть, ну, тогда надо делать. Нет, не должно быть тоже какой-то такого подхода, что там надо в течение года или двух лет раздать все данные объекты. Ну, по каким-то, так скажем, непонятным условиям. То есть, тут тоже неправильная практика. Про финансы давайте поговорим. Давайте про финансы. Про финансы. Пять минут у нас еще есть. В конце зимы была новость о том, что жители Кировской области хранят в банках почти 180 миллиардов рублей. Сложно представить эту сумму, конечно. За год эта сумма, кстати, подросла на 13,5%. 97% всей суммы – это депозиты в рублях. Вообще, о чем это говорит? Что это значит? Ну, во-первых, надо понимать, что исторически жители Кировской области всегда держали валютных вкладов не такую большую сумму. То есть, они держали в среднем, ну, не знаю, процентов 10-15. В то время, как москвичи там порядка 40 или 50% своих активов держали именно в валютных забережениях. Если мы говорим вот про эту статистику, то тут надо, во-первых, понять, что в начале 2022 года были довольно высокие ставки по депозитам, которые позволили заработать. Во-вторых, действительно, сейчас идет, условно говоря, такая некая задача, чтобы максимальное количество жителей... Ну, то есть, уйти от так называемых валют недружественных стран. То есть, ну, зачем держать деньги в долларах под 1%, когда можно открыть депозит в рублях, там, ну, по 10, там, условно говоря. Ну, не по 10, сейчас, наверное, средняя ставка порядка... Восьми, по-моему. Ну, да, чуть меньше восьми, то есть, там, 7-8% годовых. В то же время, тем инвесторам, которым нужна какая-то валютная диверсификация, которые все же, ну, по каким-то своим этим понятию считают, что нужно держать в каких-то альтернативных валютах. То есть, есть способ покупки юаней на биржах, но при том эти деньги как раз лежат не на банковских читах, а на брокерских, на биржевых читах. И в последнее время на московской бирже есть, ну, там, порядка на 10 миллиардов торгуются, 10 миллиардов долларов торгуются облигации, номинированных в долларах, при том по ним доходность на уровне, там, 8% годовых. То есть, это облигации, там, таких уважаемых компаний, там, Газпром, Пик, Совкомфлот, там, Лукоилы. То есть, и при том, это, так называемая, замещенная облигация, то есть, раньше эти эмитенты привлекали деньги за рубежом, сейчас у них такой возможности нет, но вот держатели этих облигаций остались, и, соответственно, вот этот объем облигаций, он сейчас, раньше был недоступен россиянам, а сейчас альтернативы есть, желание альтернативы есть. То есть, остались сферы, где можно заработать, куда можно вложить, инвестировать? Ну, я не имею в виду, там, да, какой-то крупный бизнес, а вот простых людей, ну, физлиц, да, в первую очередь, ну, у которых есть какие-то сбережения, накопления. Без сбережения жить немножко, как бы, все равно опасно, и, опять же, вот, время сейчас непростое, а, как показывает практика, что при любой турбулентности люди начинают сберегать, начинают сберегать, потому что сегодня есть работа, завтра работы нет, там, еще что-то может, как бы, случиться, и поэтому себя, к сожалению, ограничивают в потреблении, и, ну, открывают, там, действительно, какие-то депозиты, либо, в том числе, может быть, какие-то и брокерские счета. Ну, безусловно, сейчас не обходится и без, так скажем, паникеров, да, которые следят за курсом валют недружественных стран, как принято говорить в последнее время, да, сейчас у нас там доллар под 80, евро под 85. Так ли уж пристально надо обращать на это внимание, Константин? У всех по-разному. По-разному. Минутка у нас, да. У всех по-разному. Если вы дыхаете за границей, либо у вас там, действительно, большая доля расходов именно связана с какими-то импортными товарами, ну, действительно, нужно какую-то часть денежных средств диверсифицировать. Но, опять же, повторяюсь, есть инструменты, номинированные в юанях, если вы там не хотите в долларах. Если вы хотите инструменты, привязанные к доллару, то есть, так называемые, замещающие облигации, то есть, они в рублях, то есть, ну, покупаете в рублях, но они просто привязаны к курсу ЦБ, то есть, там вы, как такового доллара, вы не касаетесь. Благодарю за этот разговор. Константин Кропанев, эксперт в сфере финансов, член экономического совета при губернаторе. Завершаем сегодня эту передачу. Спасибо, удачи. Всем прекрасного дня. Особое мнение на 101FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова